всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня полный обзор всех моих петуни покажу вам как растут мои петуни которые я выращиваю из семян сеяла я в три этапа то есть три разных срока посева также развитие вегетативной петуни которую я сохраняю размножаю методом черенкования калибраху и так как петуни находится у меня и в доме на стеллажах и также в более прохладном помещении сходим туда я покажу как выглядят самые мои первые маточные кустики но в процессе видео расскажу какие работы я провожу на данный момент по уходу за петуни чем удобряю еще раз напомню о своих условиях содержания в общем кому интересна эта тема присоединяйтесь к просмотру начале видео сразу скажу в каких условиях растет петуни находится она у меня в двух комнатах часть петуни стоит вот стеллаж в рассадной комнате здесь помещение небольшое температура от 18 до 25 градусов но стеллаж с петуни я поставила кто стене которая выходит на улицу здесь вот самая такая комфортная температура для развития 18-20 градусов также есть у меня стеллажи которые находятся в другой комнате здесь помещение побольше это же температура 18-20 градусов подсветка для всех моих растений в течение 14 часов ну поскольку сейчас самая такая актуальная тема идет массовый посев петуни я пожалуй свой обзор начну с той петуни которую я выращиваю из семян и покажу вам результаты вот моего ухода за первыми посевами перед вами петуни которую я посеяла самую первую это опера суприм все сорта какие были представлены на сайте 10 сортов села я эту петунию 24 декабря но возраст рассады я всегда считаю с момента появления всходов вся петуния дружно практически сто процентов взошла на седьмой день на сегодняшний день на момент съемок а это 16 февраля возраст моей петунии ровно полтора месяца какие работы я провожу ну первым делом это своевременный полив внесение а подкормок какие необходимы на данном этапе развития и конечно формирование петуния сейчас активно наращивает как корневую систему так и вегетативную часть и самое время заниматься формировка но формировка я занимаюсь уже очень давно развитие у всех сортов абсолютно разная какая-то стремительнее растет и требуется более тщательная формировка ну а есть те сорта которые растут более сдержанно но в любом случае чтобы кустик равномерно развивался то желательно и делать прищипку вот боковых побегов с обрезать точку роста на одном уровне от этого мы изначально получим пышный кустик а вся моя петунья выращена в торфа таблетках я уже много видео по этому поводу снимала рассказывала что в этом сезоне хочу обойтись без пикировки и из торфа таблетки а торфа таблет таблетку я не резала пополам она была целая я сделала пересадку перевалку вот уже сразу в 0 5 стакан вот такой бочонок грунт у меня здесь только торф агробал c верховой нейтрализованы в синей упаковке и агроперлит все больше никаких компонентов я сюда не добавляла пока идет хорошее развитие подкормочки вношу под корень чередую это она для наращивания корневой системы у меня в этом сезоне профудобрения мастер от валагра то есть я поливаю под корень с формулой где в преобладании фосфор это удобрение можно также заменить на на монокалий фосфат или есть фертика старт как раз вот там тоже фосфорная формула в преобладании сейчас нам желательно больше нарастить корневую систему но чтобы питунья получала все в комплексе и макро и микроэлементы то а с каждым поливом я вношу удобрения то есть первый полив у меня ну вот допустим сегодня я пролила с удобрения для наращивания корневой системы следующий полив это будет универсальная формула то есть азот фосфора калий в равных пропорциях также здесь не забываю про обработку по листу делаю это плантофитом тоже там формула нпк 2020 добавляю туда еще магний потому что магний вообще отлично способствует росту всех наших растений и иногда делаю такие коктейли о которых тоже снимала недавно видео пользуюсь флорист микро развожу по инструкции и делаю легкое опрыскивание по листикам но сейчас можно заметить что питунья хорошо растет я уже сделала расстановку своим растением пока еще думаю где-то на несколько дней хватит но когда я увижу прям хорошее заполнение корнями буду делать перевалку перевалку в следующий объем для некоторых растений выберу литр полтора ну и для кого-то может быть сразу два буду смотреть насколько мне позволит место расставить такие большие объема но как правило чтобы что-то поставить надо что-то убрать ну вот у меня в планах вынести пеларгонию в более прохладные помещения и занять место питуньи в рассадной комнате на другом стеллаже тоже находится питунья от первого посева но здесь перевалка была немножко попозже я вам показывала что часть растений я высадила а часть растений еще на момент перевалки была маленькая но в любом случае как я и говорила питунья догоняет а самую первую перевалку как по развитию корневой системы так и по вегетативной массе принципе уход здесь точно такой же своевременная расстановка и также полив ну и вот еще четыре кустика стоит внизу а полив так как у меня полки немножко нагреваются за счет ламп они дают тепло и плюс это торф поэтому я поливаю раз в четыре дня поливаю совсем по чуть-чуть потому что торф хорошо держит влагу и чтобы не допустить перелива ну так как это прозрачный стакан и всегда ориентируясь по цвету грунта когда полностью становится рыжий грунт и нет конденсата на стеночках вот самое время полить на верхней полочке находится другая питунья это второй этап посева эту питунью я села 9 января серия тайдалы тоже несколько сортов но на сегодняшний день возраст рассады месяц опять же я считаю с момента появления всходов тоже взошла хорошо я вам видео показывала ну можно сказать сто процентов так как это тайдалы да и вообще и для оперы я целенаправленно сделала перевалку сразу в 05 чтобы не делать себе и дополнительной работы и не было такого быстрого роста но нам все равно на развитие наших питуньи чтобы выставить вот уже цветущими кустиками в сад требуется два с половиной три месяца и сейчас идет прям такое на мой взгляд равномерное развитие растет как корневая система так и вот вегетативная часть тоже по тайдалам смотрю что уже начинают выпускать боковые побеги и как только вот например вот этот уже надо остановить в росте в общем опять такая работа просматриваю каждое растение делаю обрезку ну и соответственно вот надо же сделать еще и расстановку чтобы ничего не мешало и а питунья хорошо развивалась сейчас вам покажу развитие а моего третьего посева ну находится это питунья еще пока в стеллаже парнике потому что здесь кустовая махровая питунья я не вижу такого большого активного роста и пока еще вот не сделала перевалку в больший объем они находятся еще вот в таблеточках джифи здесь я эту питунью сеяла 30 января в общем опять же здесь стопроцентная всхожесть и на сегодняшний день рассаде питуньи если считать опять же с момента появления всходов 10 дней вот как раз 10 дней назад я вам снимала видео и рассказывала что из надо сделать для того чтобы питунья росла вот такой приземистой ни в коем случае не вытягивалась и имела хороший вид ну вот вижу что уже корешки начинают прорастает сквозь торфа таблетку ну я думаю что на этой неделе я обязательно займусь перевалкой но для кустовой питунья скорее всего выберу для начала объем я думаю что 200 грамм потому что активного роста в ней я не вижу как например у оперы supreme или у тайдалов поэтому пока питунья находится у меня в этом стеллаже здесь температура от 20 до 25 градусов но 20 градусов это ночью когда выключается подсветка а здесь подсветка также 14 часов ну а днем 25 градусов но вот сегодня я прям заметила что питунья прям так активно уже подросла но мне очень нравится что она растет вот такой приземистой кстати когда я делаю обработку по листу уже вот более взрослым а своим питуньям то не забываю проходить и по молоденьким растениям раньше этого не делала но сейчас смотрю что неплохо питунья на это отзывается поэтому тоже можно использовать такой вариант когда буду делать перевалку питунью в больший объем грунт конечно сделаем более питательный у меня будет также в основу идти торф мне нравится чем торф агробалт именно в синей упаковке то что он содержит минимум минералку и помимо того что я вношу удобрение под корень все равно растение получает еще питание из грунта у меня будет идти торф агробалт также под агро перлит обязательно биогумус для органики и немного живой земли от теравита но когда буду составлять торф и покажу вам уже растения после перевалки не знаю получится ли заснять у меня процесс перевалки но сейчас просто очень много работы поэтому в любом случае о пропорциях я вам немножко позже расскажу и смотрю что некоторая питунья тоже старается зацвести вот один бутончик до этого еще один отщипнула но тут я конечно стараюсь их отщипывать чтобы она ни в коем случае не пошла в цвет а продолжала наращивать корни это сейчас самое самое необходимое вот так выглядят мои черенки калибраху опять же чтобы не делать себе лишнюю работу не поливать массу горшочков да и вообще готовлю уже кашпо к весне я высадила в литровые кашпо до этого калибрахуа находилась у меня в 0 35 но есть вот здесь один кустик за счет формирования вот удалось его так сформировать но опять же это только вот такие определенные сорта есть калибрахуа где здесь сидят два кустика вот здесь тоже один ну и также вот есть калибраха который не так давно укоренились череночки и я высадила их вот уже в такие горшочки 05 ну и потом будет дальнейшая перевалка ну вот здесь скорее всего перевалка уже будет на пмж а здесь не знаю или будет промежуточная или также соединю 3 вот горшочка на 1 кашпо но потом посмотрю на дальнейшее развитие уход по калибраху точно такой такого же состава грунт но здесь у меня вот как раз тот грунт более питательный с биогумусом и живой земли от теравита но также в основу идет торф аграбалт подкормочки как по листу так и под корень согласно развитию да вот определенному этапу если нужно нарастить корневую систему то монокалий фосфат или любое другое удобрение с фосфорной формулой но не забываю делать обработку по листу давать микроэлементы на нижней полочке находятся моя петуния это опять же я не знаю как назвать уже маточники не маточники но я уже не буду больше брать черенки и ставить на укоренение вот еще там один контейнер стоит все достаточно а как я и говорила ранее хотела я избавиться от питания это хапитония star blue ну вот она так непредсказуемо себя ведет сейчас вроде как развитие нормальная равномерный листик но есть такая небольшая пятнистость но вот она и была у меня в прошлом году а когда высаживала кашпо в саду лист был прям изумрудным решила оставить еще понаблюдать но черенков уже не срезаю здесь питания в объеме 2 литра а также вот питания но это фанфара white вот я сделала перевалочку в полтора литровый питания мини vista violet вот на дальнем плане тоже мне нравится развитие пока еще формирую она все время нарастить норовит вот так нарастить новые побеги но кустики пышные компактные мне нравятся и также вот rim magenta тоже сделала прищипку и как раз вот которые ну вернее даже обрезку а черенки которые срезала ну вот фанфару и rim magenta я поставила на укоренение но здесь в пору уже скоро опять делать перевалку но опять же занимаюсь формированием потому что конечно фанфара она и так как можно сказать себя формирует но все равно надо растению помогать от этого я уверена что кустик будет еще красивее вот так что вот такая питания вот тумбелина тоже диана белая махровая в общем вот это все опять надо обрезать потому что опять повторюсь черенки я срезать не буду мне достаточно вот это питание ну а сейчас покажу вам как выглядят самые первые мои маточные кустики есть у меня небольшое хозяйственное помещение здесь в более прохладных условиях зимуют и растут некоторые мои растения вот как раз на полке стеллажа стоит петуня температура здесь от 12 до 15 градусов но средняя температура 13 с половиной когда работает тепловентилятор тогда вот до 15 градусов поднимается подсветка была 12 часов но в целях сейчас экономии я сократила до 10 ну и по растениям абсолютно не вижу что что-то не так здесь самые первые мои маточные кусты с них собственно все и начиналось черенкование всех моих растений я еще до нового года сделала перевалку в большие объемы то есть два три литра и два литра ну и уход конечно здесь немножко другой так как прохладные условия полив где-то пару раз в месяц но и делая обработки по листу для того чтобы питания также получала все необходимое но продолжаю формировать чтобы кустики росли пышными и красивыми ну и пожалуй вот это самая первая петуния будет отцвести и украшать мой сад пользуясь случаем хочу вам показать цветение своего комнатного жасмина вот самая первая веточка которая отсвела она ну вот вернее отцветает ну а так вот он продолжает цвести я по этому поводу снимала отдельное видео рассказывала как мне за шесть лет удалось добиться цветения жасмина ну кому интересно ссылочку оставлю в описании и также закреплю в первом комментарии к этому видео вот такая здесь ароматная белая цветущая лиана ну вот так дорогие друзья вот такое видео получилось поделилась с вами все информации по выращиванию петунии через время обязательно сниму видео покажу развитие петунии которая вот из семян это самый такой важный интересный для многих момент если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь я прощаюсь до новых встреч всем пока пока